Привет, с вами Камина Фокс, и сегодняшнее видео будет о том, как создать ландшафт для игры Машинкрафт. Приступим. Для начала мы возьмем как базу топографическую карту Республики Башкирия. Создаем новый холст с размерами 512 на 512 пикселей. Копируем карту Башкирии. Ее масштабируем, двигаем, делаем все, чтобы нам было удобно создавать карту. Вот, например, остановимся вот на такой позиции. Скрываем этот слой, заливаем базовый слой черным цветом, потом поймете зачем. Снова включаем карту, увеличим даже. Создаем новый слой, передвигаем его выше нашего первого слоя с картой и заливаем его зеленым цветом. После того, как мы зальем зеленым цветом, настраиваем заливку на значение 20-25, копируем слой. И начинаем затирать низины. Вот, например, 110, 106. 116 трогать не будем. Просто проводим эластиком по вот этим вот местам. Можем даже предположить, что вот эта вот низина, вот тут вот. Хочу заметить, что необязательно заливать зеленым цветом, потому что от цвета зависит лишь тип местности. Будь то зеленый, красный или синий. Зеленая трава, красная почва, синий камень. Вот мы закончили с затиранием низин. Отключаем эти два слоя. Даже черный надо потемнее сделать. И, как можем увидеть, вот тут вот видно. Вот тут и вот тут вот то, что мы затерли. Даже можно дополнительно пройтись кисточкой. Ластиком точнее. Копируем слой, на котором мы терли ластиком. И повторяем операцию только... Теперь возьмем высоты 111 и 116. На всякий случай отключим, посмотрим, что да как у нас. Вот, уже становится видно, вот эти вот маленькие низинки. Когда мы закончим с этим слоем, мы можем сделать его же копию. И пройтись уже по местам более высоким. То есть, вот тут вот, где 122. Теперь можно поиграться с заливкой на слоях. Я рекомендую, если вам нужно аккуратное повышение, понижение высот, выставлять примерно от 1 до 10%. Отключим базовую карту, смотримся. Ну, вроде похоже на правду. Можно еще пройтись немножко, дополнительно. Ну, вроде все сходится, вроде все в порядке. Теперь, так как у нас карта 512 на 512, мы ее целиком явно не увидим сразу. Так что, есть предложение уменьшить до 128 на 128. Но при этом, сам файл уменьшать до этих размеров не стоит. Игра его просто не восприняет. Скажите, что нет такой текстуры, не соответствует по размеру. Объединяем эти слои. Выделяем их. И трансформируем. Вот. Примерно вот так вот. Рекомендуется выставить линейку, чтобы можно было нормально отцентровать нашу карту. Даже получилось не совсем как надо. Пожалуй, уменьшим еще чуть-чуть до вот таких размеров. И сдвинем сюда на центр. Применить. Отключаем слои. Сохранить как. И назовем это как баш. Захраняем как png. А теперь нам нужно создать файл, который сможем запустить в игре. Возьмем, например, файл карты island, island.l. Скопируем его. Сюда же. Вставим. И переименуем тоже, наверное, в bash. Открываем его с помощью текстового редактора. Или еще чего-нибудь. В моем случае это notepad++. Видим вот такую вот строку. Видим текстуру url. И дальше название нашей текстурки, которую мы только что делали. Заменяем island01 на баш png. Сохраняем это. И закрываем. Теперь запускаем игру. Входим в режим construct. Нажимаем tab. Выбираем нашу карту, баш. Загружаем ее на load. И вот она загрузилась. В зависимости от прозрачности слоя. Зависит и высота, так сказать, уравней. А на этом все. С вами был Камер Фокс. Надеюсь, кому-то чем-то допомог. На этом все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.